Чем отличается обычный аналитик от старшего? Старший от ведущего. Самый высокий титул в этой связке, да, человек имел бы, по моему мнению, обладающий полной профессиональной автономностью. То есть, когда за человеком не нужно проверки, не нужно супервижена, не нужно помощи, он один, свою работу сам делает хорошо. Промежуточный человек, который не обладает полной профессиональной автономностью, то есть где-то ему нужен супервижен, но есть достаточно длинные сегменты операционной деятельности, где он таки может ее хорошо делать. Например, я как бизнес-аналитик хорошо общаюсь с бизнесом и выявляю требования, но я не очень хорошо могу поставить задачи на разработку и сопроводить эту разработку. Соответственно, я что-то посередине, я не полная профессиональная автономность. То же самое наоборот, если я хорошо взаимодействую с командой, если я технически очень сильно прокачанный, если я знаю дата, модель, интеграционный слой, бизнес, логику могу расписать, но никогда не встречался с заказчиком, соответственно, тоже полной профессиональной автономности у меня не будет, но какой-то сегмент я могу четко и без вопросов закрыть. Ну а все остальное это начинающие. Отличие от задач, которые могут приходить аналитику, от простовых сложных. Старший он чуть-чуть пониже, ведущий он уже может, по сути, вести какую-то бизнес-активность уже самостоятельно, без помощи, например, того же самого наставника. Отличаются очень просто. В зависимости от качества выполняемых задач, количества выполняемых задач, уровня ответственности, уровня погружения и, там, если мы говорим про middle либо senior, то в обязательности должно быть выполнение административных функций. То есть наставничество, педалирование проекта или запуску с нуля, ну, то есть какие-то такие вещи, связанные с полуруководительской или лидовской должностью. Потому что дальнейшее развитие это уже там лид, тиджем, там, ну и так далее. Обычный аналитик отличается от старшего, в первую очередь, автономностью работы. То есть у них может быть примерно одинаковый какой-то набор обязанностей и компетенций, но старший аналитик может выполнять их без какого-то надзора, без какого-то присмотра старших товарищей. Его можно отправить одного, как такого универсального солдата, на выполнение, там, любых задач и быть уверенным, что он справится на 100%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова